Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня очередной расклад из цикла по вашим идеям. Данную идею подкинула Кристина Новикова. И в принципе по ее идее уже был расклад, сожалеет ли человек или будет сожалеть о том, что вы расстанетесь. Или если вы уже расстались, сожалеет ли. Расклад уже был сделан, был опубликован. Сегодня же тема будет другая. Вот здесь хочется продолжить предыдущую тему. И очень часто тоже девочки даже в индивидуальных раскладах спрашивают. А вот если я сейчас поступлю как-то так, если я отступлю в сторону, будет ли человек меня пытаться вернуть? Будет ли он там за мной бежать, целовать по долу моего платья или он плюнет мне вслед и пойдет своей дорогой? Как будет происходить? Но здесь я конечно утрирую, но в любом случае, как будет складываться ситуация? Будет ли вообще человек пытаться как-то либо вернуть вас активно, либо просто попытается ли он поддерживать с вами какие-то полудружеские отношения? Вот его стратегия поведения на случай, если вы расстаетесь. Причем не важно, кто являлся инициатором данного расхождения какого-то по жизни. И здесь конечно вопрос основной будет звучать так, будет ли пытаться вернуть или как в принципе себя человек будет вести в этой ситуации? Потому что бывает такое, что человек вроде бы и не согласен с расставанием, которое происходит между вами, но и возвращать особо не собирается. Сделаем давайте 5 вариантов, больше делать сегодня не будем. И у нас располагаются карты, как вы уже я думаю сами догадались, в следующем порядке. Первый, второй, третий, четвертый, пятый вариант. Вы можете загадывать по номеру карты, вы можете загадывать просто рубашку какого-то аркана, неважно какой он по номеру выкладки. Вы просто можете понимать, что вас притягивает именно к этой карте. Или вы можете соответственно выбирать карты по порядку открытия мною. Поэтому как вы хотите, так вы и загадываете. А я как считаю необходимым, так и буду открывать. Еще один момент, если вы хотите оставить свои идеи для общих раскладов, то в прикрепленном комментарии я размещу ссылку на видео, под которым это делается. Здесь я жду ваших комментариев вообще по поводу этого расклада. Как у вас проигралось? Или если вы загадывали какие-то прошлые отношения, то действительно пытался ли человек вас вернуть? Насколько то, что вы получили ответом, совпадает с вашими личными мироощущениями и восприятиями? Что вам подсказывает ваша интуиция без, допустим, трактовки карт? Просто вот сами по себе, как вы думаете в этом случае, будет происходить? Как будут складываться события? Но в любом случае, естественно, когда дается обратная связь, это приятно, это стимулирует на то, чтобы делать еще что-то. Для того, чтобы идти навстречу, для того, чтобы воплощать интересные идеи. Потому что, можно сказать сразу, что чем меньше комментариев, ну естественно, об адекватных сейчас говорится, тем меньше хочется вообще напрягаться и что-то делать. Лучше посмотреть киношку любимую или просто побыть со своими близкими и родными, вместо того, чтобы сидеть и записывать расклады общего характера. Ну а мы приступим, мы начнем. Причем я, конечно, рада всем постоянным зрителям, которые оставляют комментарии. И будем приветствовать новых, тех, кто будет в нашу команду, в нашу такую вот торошную семью приходить к нам со временем. Этих людей, естественно, будет становиться больше. Для тех, кто выбрал позицию номер 2. Ой, вы знаете, здесь ответ следующий. Ситуация будет складываться так, что человек, скорее всего, проявится во всей красе, в кавычках мы это назовем. Человек может проявиться достаточно агрессивно. Человек может вместо того, чтобы, например, если он будет виноват, попросить прощения или как-то сгладить ситуацию, как-то выровнять эмоциональный фон событий происходящих, наоборот, может пойти ва-банк. Наоборот, человек может начать пойти скандалить. Он может вызывать к старшим, он может требовать, чтобы кто-то еще с вами поговорил, обещать вам оторвать голову, если уйдете и так далее. То есть вот подобного рода вещи в жестком проявлении могут быть именно такими. Это вот те случаи, когда жена, уходя, может ходить по улицам и оглядываться. То есть здесь человек не просто будет или не будет возвращать, он будет проявлять агрессию, он будет отстаивать свою позицию, он будет обвинять, он будет пытаться вести себя агрессивно. Но все это будет делаться под личиной любви, под личиной того, что человек вроде бы как хочет с вами сохранить отношения, но при этом вести себя будет настолько безобразно, что ни о каком сохранении отношений речи, скорее всего, не пойдет. Наоборот, здесь может вызвать страх с вашей стороны, понимание того, что человек ведет себя не совсем адекватно ситуации, мягко говоря. И человек реально может проявлять агрессию. А уже в какую сторону, для того, чтобы вас вернуть или для того, чтобы вам доказать просто, что вы не правы, это вопрос другой. Это будет, конечно, индивидуально у каждого по-своему. Но у большинства из тех, кто здесь находится, это будет просто инфантильное желание, причем такое, знаете, жизненно важное. Для человека это будет реальным ударом, для человека это будет ситуацией, когда ему будет хотеться доказать себе и всему миру, что он просто прав, не потому, что хочет вернуть, а потому, что просто хочет иметь на лбу печать того, что он в своем праве. Он даже будет, по сути, согласен с расставанием, он будет не согласен, что, например, ушел не он, или в целом он не столько будет пытаться вас вернуть, сколько будет всем рассказывать, какая вы плохая или какой вы плохой. называется, ты ушла или ты ушел? Ну иди, иди, давай, ты никого там себе не встретишь, ты сдохнешь под забором и так далее. Но это одни из самых мягких формулировок, скорее всего, которые вы услышите или которые будут передаваться вам со стороны третьих лиц. Поэтому здесь такой вот, знаете, какой-то вариант дебоша в ответ на попытку разорвать отношения. Поэтому, ну, здесь другой вопрос, а как можно было жить с таким человеком, который, скорее всего, себя таким образом будет вести, жить или общаться, или встречаться здесь уже в зависимости от того, у кого насколько далеко зашли отношения, насколько они были серьезными. Но это тяжелое расставание, тяжелое именно в плане того, что нужно будет выдерживать реакции человека на вас, выдерживать его какие-то вот такие вот вспышки, шаги. И это может продолжаться достаточно долго в ваш адрес. Такая реакция может быть до 9 месяцев по времени или до того момента, пока он или она не получат финансово то, что хотят от этого расставания, пока им не отдадут то, что, как они считают, им присуждается. И им справедливо должно быть отдано. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, она вторая по порядку открытия. И здесь, ну, знаете, здесь человек может даже как-то очень холодно отреагировать, достаточно взвешенно, может спросить хорошо. То есть, если отношения были серьезными, особенно если есть дети, например, у вас, да, или вы были в официальном браке, здесь может возникнуть вопрос о том, с кем останутся дети, каким образом они будут жить, за чей счет они будут обеспечиваться. Могут быть вопросы, что делать с имуществом и так далее. То есть, здесь такой, скорее, бизнес-подход ко всему, что будет происходить. Вам будет казаться, что человеку абсолютно все равно то, что происходит, что человек вообще, как какая-то машина, заученными словами, говорит то, что вы, может быть, и не собирались услышать, то, что вы боялись, может быть, услышать. Но в любом случае, вряд ли человек будет возвращать. Он скажет, ну, на нет и суда нет в данной ситуации. Но вот как раз-таки суд может и состояться. То есть, если у вас серьезное отношение, если есть дети, если есть общее имущество, то здесь будет раздел. Раздел. Более того, не просто раздел, а попытка отобрать что-то свое. Человек может вынести что-то из дома, например. Ну, просто забрать какие-то ценные книги, какую-то технику или какие-то украшения и просто с ними уйти. А потом вы замучаетесь доказывать, что это вообще существовало в природе. При этом это не выступает как воровство. Это показано как просто подлый поступок. Потому что человек не будет считать, что он или она своровали. Человек будет считать, что просто взял свое в этой ситуации. И здесь, вот особенно если дети, все то, что касается общения с детьми, может достаточно жестко проходить. И вы, вот можете, знаете, вроде бы безэмоционально себя человек ведет. А вдруг, может прилично так это, вроде бы, и пытаясь мирно договариваться, но сделать подлянку, которая вам далеко не понравится. Если нет детей, если это не те отношения, которые являлись официальным браком, то здесь просто холодная реакция, желание сохранить свое лицо, попытка сказать о том, что уважение есть к прошлому. Но если есть финансовая возможность каким-то образом самоутвердиться, то может быть даже предложение вернуть какие-то подарки, которые были вам сделаны. Как на это реагировать? Это не у большинства. Это в процентах 15-20 от тех, кто загадал данную позицию. Но такие реакции тоже будут. Уже что с этим делать далее? Это, естественно, ваше решение. Это ваше право решать, как поступать в такой ситуации, получив такие вот лесные предложения, например. Но в любом случае бежать за вами человек не будет, уговаривать не будет. Может предложить восстановить отношения или предложить подумать, не рвать отношения сразу, а потом расстаться с вами самостоятельно. То есть просто для того, чтобы не бросали его или ее. Вот знаете как? Называется, ну ты уходишь, уходи. Но я тебе предлагаю подумать, может быть ты вернешься. Например, вот такие разговоры могут быть. Но когда человек возвращается в такие отношения, то спустя несколько месяцев или несколько недель вдруг тот, кто предлагал вернуться, сам разворачивается и уходит. Это бывает достаточно часто. Вот таким вот, в таких ситуациях, при таких проявлениях. Для тех, кто выбрал позицию номер 5, она у нас третья по порядку открытия. Ну здесь, знаете, уходя, уходи будет ситуация. Называется, ты очень к этому стремился, пожалуйста, иди. И человек сам будет пытаться как будто бы убежать от этих отношений, которые не сложились, которые закончились. Человек будет пытаться как-то, знаете, вот себя перенести в другой мир, в другое общество, в другое мироощущение. Для того, чтобы забыть. Может быть забыть ту боль, которую это расставание может привести. Человек может замкнуться в себе, не захотеть с вами разговаривать. То есть, если вы будете, например, потом звонить, вы можете с удивлением обнаружить, что телефоны ваши заблокированы или соцсети, и человек общаться не хочет, вообще не хочет разговаривать по поводу того, что произошло, и может действовать действительно по принципу умерла так умерла. Может периодически подавать какие-то новости, о чем-то договариваться, или со временем в течение 3-4 месяцев оттаять и решать какие-то вопросы бытовые, которые возникают. Но, вы знаете, вот когда человек свою боль и запьет до дна, когда вы вот уже выйдете из того момента острых переживаний, вас может ждать сюрприз. Причем сюрприз может ждать сперва в виде предложения вернуть отношения, либо в виде, ну вот какой-то попытки, что ли по-доброму, да, вот он даже что-то может предложить вам. И это будет еще вот на грани, когда боль от расставания присутствует. Но если вы сразу не пойдете на то предложение, которое человек может вам выдвинуть, это процентов 20 случаев вот этого варианта, то потом человек просто сам скажет, называется, когда тебе было не надо, я ждал тебя там, да, например, или я ничего не говорил, а теперь не надо мне. То есть, если вы, допустим, сами уходите из этих отношений, а не человек ушел, то вам будет дан шанс вернуться. Но если вы не воспользуетесь этим шансом, то человек скажет, ну все, я же не могу ждать вечно, ты же тоже не можешь ходить вечно на вольных хлебах. Такое тоже может быть. Но в целом, именно бежать за вами, просить вас вернуться, этот человек не будет. Это тот человек, который будет просто стараться справиться с собой, с тем, что происходит внутри него или внутри нее, со своей болью, со своими переживаниями, будет пытаться выйти на новый уровень, на какой-то в работе, в сфере коммуникаций, отношений с людьми окружающими. То есть, вы можете узнать, что человек очень многого достиг, когда вы расстались с ним или когда он расстался с вами. Это было сделано именно на волне той внутренней боли, которая может оставаться в человеке в этой ситуации. Но затем вы можете напороться на то, что просто спустя какое-то время человек проявит незаинтересованность в том, чтобы вы сходились обратно. Потому что шанс вернуть эти отношения, в принципе, будет. В принципе, будет. Но затем давайте посмотрим, в течение какого периода времени будет в ближайшие от пяти месяцев до года ориентировочно. Будет такая возможность. Но чем дальше вы будете заходить, тем меньше будет вероятности того, чем больше будет успокаиваться человек, тем меньше вероятности у вас потом вернуть эти отношения. Сам человек, еще раз повторю, бежать, пытаться вернуть и разговаривать не будет. Для тех, кто выбрал позицию номер один. Она четвертая по порядку открытия. И вот здесь, наверное, эта позиция перекликается каким-то образом с пятой позиции. Она похожа в чем-то, но по этой позиции человек не будет бежать за вами. По этой позиции человек не будет предлагать вам вернуться. Человек, наоборот, скорее всего, будет замыкаться в себе, будет замыкаться в своем каком-то маленьком мире, вплоть до того, что может отказаться, перестать выходить на улицу даже какое-то время. Но за вами не последует. С его стороны предложений вернуться, предложений восстановить отношения не будет. Со временем будут периодические встречи. Вы даже, может быть, у вас какие-то общие дела, или, может быть, вы попытаетесь продолжить какое-то приятельское, дружеское общение. Со временем есть возможность, что в течение 6-9 месяцев от того дня, когда вы смотрите этот расклад, ваши отношения вернутся. Но это будет, скорее всего, уже формат любовного треугольника, который закончится выбором какого-то одного партнера. И чем дальше вы будете заходить в свое какое-то, вот знаете, ощущение того, что мне и самому хорошо, а у меня есть свой здоровый эгоизм, а я себя, чего, сам на помойке нашел, вот чем дольше, чем больше вы будете погружаться в такие настроения, тем меньше шансов, что вообще эти отношения будут восстановлены. Ближайший год-полтора в данном случае для вас, для вашей пары, назовем так, будет критическим. Ну или для загаданной вами пары, он будет критическим. Если в ближайший год-полтора отношения не вернутся, то их уже вряд ли можно будет вернуть в более далекой перспективе. Скорее всего, здесь это случится потому, что оперится женщина. Она почувствует себя достаточно уверенно, достаточно благополучно для того, чтобы связывать затем опять отношения с вами. То есть, если вы будете нести в эти отношения проблему, это для мужчин даже больше говорится, если вы будете нагнетать какой-то негатив в отношениях постоянной, то скорее женщина предпочтет убрать этот негатив из своей жизни и жить со спокойным состоянием души. Потому что ей достаточно больно далось то, что происходило между вами. И вот здесь может быть такая ситуация, когда человек побоится того, что вы опять принесете ту же самую боль в эти отношения. Вот такие моменты здесь могут быть. Что касается мужчин, которые ушли, например, то здесь ситуация такая, что женщина тоже, ваша женщина со временем может, или эта женщина вы, например, вы загадываете своего мужчину, который будет ли он вас возвращать. Нет, он не будет вас сперва возвращать достаточно длительное время. Будут какие-то мелкие такие коммуникации, какие-то разговоры, переговоры. Вы будете делиться новостями. Но чем дольше это затягивается, тем меньше вообще вариантов, что отношения вернутся. А попытки прямой, вот именно того, чтобы за вами шел человек, предлагал вернуться обратно в отношения, скорее всего, здесь не будет в принципе. Ну и позиция КЭП очевидность. Для тех, кто выбрал четвертую позицию, она пятая по порядку открытия. Здесь мы видим, что человек в результате расставания может чувствовать себя жертвой. И изначально на компромисс, на какой-то человек будет готов. Он будет говорить о том, что он готов или она готова простить что-то, что было в отношениях, что готов сохранять отношения, но бежать за вами, проявлять инициативу инициативу и стараться собственными усилиями эти отношения поддерживать человек не будет. Здесь вы должны понимать, что инициативы на возврат отношений нет. Но определенный период для того, чтобы вы могли вернуться, здесь дается. И здесь складывается ситуация такая, что человек будет стараться не делать каких-то резких движений и не принимать решения, после которых, после принятия которых, пути обратно уже не будет. Это вы должны понимать. В течение 3-6 месяцев человек будет оценивать ситуацию, а затем вообще может случиться такое, что человек уедет или переедет, и вы как-то территориально, знаете, вот получите разрыв в отношениях, плюс ко всему еще и объективно. Более того, здесь в течение полугода и чуть больше, до 8 месяцев, могут появиться третьи лица в том, что происходит между вами. И вот эти вот третьи лица, они могут окончательно разрушить то, что еще могло бы быть. То есть изначально человек, он не то чтобы пытается вернуть, он просто может дать шанс на возврат отношений или пойти на какие-то компромиссы и с чем-то согласиться. Но активных проявлений к тому, чтобы возвращать вас здесь не будет. Поэтому, конечно, каждый вправе решать, как он будет поступать, насколько дороги эти отношения. Наверное, если отношения очень дороги, оба человека готовы работать над ними, люди не уходят. Люди, наоборот, разговаривают и пытаются прийти к какому-то компромиссу, пытаются прийти к какому-то решению и пытаются все-таки не расставаться, быть вместе и решать проблемы по мере их поступления. Но если уже человек встал, ушел, хлопнул дверью и так далее, то здесь, конечно, уже говорит о том что-то, что отношения нездоровые, что ситуация накаляется и что вы действительно можете друг друга потерять. А насколько вы к этому готовы, это решать каждому из тех, кто участвует в этом гадании, естественно, самостоятельно. Потому что никто за нас не может решать нашу судьбу. Карты могут советовать, но поступки остаются в любом случае всегда за нами и за теми, кто находится с нами рядом. Для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад, в первую очередь, говорю сразу уже на протяжении нескольких месяцев в видео, что в прикрепленном комментарии есть правило получения индивидуального расклада. Видео называется «Как получить личный расклад». Вот сперва смотрим это видео и только потом пишем, потому что есть люди, которые, ну будем так говорить, нарушают сразу несколько правил, когда пишут. Естественно, наше общение с ними не может быть продуктивным. Также правило трех сообщений. Если вы три раза написали, три раза получили ответ на свои вопросы, то в дальнейшем вы больше, скажем так, ответа не получите. То есть я прекращаю общение, потому что просто в пустую общаться. Бывает, что люди пишут, что им объясняешь, какие данные нужно прислать. Человек принципиально не присылает данные, пытается выуживать еще какую-то информацию. И если я понимаю, что человек не готов к заказу расклада, если он не прислал тех данных, которые ему сказано было прислать, то на этом ставится точка. Вообще не абсолютная. И дальше разговаривать нам уже становится не о чем. Я желаю всем удачи и благополучия. Также вопрос еще в чем. Прежде чем вы будете под специальным видео, на которое тоже ссылка в прикрепленном комментарии оставлять свои идеи, зайдите в плейлист гадания на Тару. Тоже ссылку на него оставлю. Уже все то, что только можно, оставляю в прикрепленных комментариях. Там вы увидите последние 30-40 тем раскладов. И старайтесь их не повторять, потому что из недели в неделю одну и ту же тему делать никакого смысла не имеет. А я всем желаю удачи. До встречи. До свидания.